Не все так просто. Разбираемся с новыми правилами. Идут на таран. Ищем недостатки на камчатских дорогах. Заезды на десерт. Продлеваем сезон с дрифтерами. Камчатка любит удивлять не только вулканами, медведями или ценами на топливо. Вот, например, дороги. Едем прямо и вдруг, бац, упираемся в бордюр. Что здесь делать? Ну, я, пожалуй, включу повторитель и постараюсь перестроиться. А как правильно? Узнаем. Споры о участке дороги на улице Ленинской ведутся давно. Кто-то считает, что чтобы из правой полосы проехать прямо, надо перестроиться. А кто-то, что здесь изгиб дороги и полосы просто смещаются. Все сигналят друг другу и ругаются. Чуть ниже этого перекрестка есть знак, который сообщает, что на участке две полосы для движения прямо и одна встречная. А фактически автомобилисты, которые едут по правой, упираются в бордюр. Постоянно случаются аварийные ситуации. Люди, едущие по правой полосе, считают, что у них преимущество перестроения в левый ряд. И в наглую, даже порой не включая поворотника, те же самые автобусники просто едут, массой выдавливают народ из полосы. Борис работает водителем и по долгу службы постоянно мотается из бывшего Октябрьского района в бывший Ленинский. И у него свой взгляд на то, как должно быть организовано движение на этом участке. Полоса в этом месте, по моему мнению, заканчивается и уходит направо. Я считаю, что здесь надо в конце полосы, вернее, перед перекрестком поставить знак, указывающий на направление движения. В интернете на профильных форумах автомобилисты даже придумывают схемы проезда. Одни предлагают дорисовать разметку, другие установить знаки начала и конец полосы и вспоминают, как было удобно раньше. Обычно автомобилистам, которые следят за нововведениями, известны имена руководителей дорожных компаний, некоторых инспекторов ГИБДД. А вот конторы, которые занимаются технической работой, чаще остаются в тени. В нашем городе снова уникальный случай. Большинство тех, кто за рулем, знают, кто занимался организацией дорожного движения в Петропавловске. Чтобы разобраться, изгибается полоса или уходит направо на улицу Красенцев, приходится заглянуть в план дороги, который разрабатывал Омский проектный институт. Однако не помогает и это. В плане ситуация точно такая же, как и на дороге. Если вы совершаете движение в прямом направлении, то за благовременно нужно будет перестроиться в левый ряд, если вы хотите проехать в сторону одностороннего движения. Если будете совершать поворот на правую сторону Красенцев, то оставайтесь в правой полосе. Выходит, что знак конец полосы здесь поставить нельзя, ведь фактически она не заканчивается, а уходит направо. И еще раз. Тем, кто направо, в правую полосу. Тем, кому прямо, едем в левый, не перестраиваясь. А после перекрестка левее появляется еще одна полоса. В госавтоинспекции нам обещали, что в ближайшее время повлияют на хозяина дороги. Сейчас подготовим предписание на собственника автомобильной дороги. Дадим предписание по установке дорожных знаков, направлению движения по полосам, чтобы водитель заблаговременно был проинформирован, по какой полосе ему двигаться. Еще одно странное место в Петропавловске – спуск с улицы Пограничной на Максутово. Давайте присмотримся к светофору. Три основных секции и одна дополнительная стрелка. Но вот когда она гаснет, ничего не сообщает, что ехать налево нельзя, ведь на зеленый можно поворачивать. Особенно это актуально ночью. Днем хотя бы видно саму конструкцию. А ведь знать, что стрелка там есть, вроде бы никто не обязан. Сигналы светофора, выполненные в виде стрела красного, желтого и зеленого цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета. Но их действие распространяется только на направления, указываемые стрелками. Такое же значение имеет зеленая стрелка в дополнительной секции. Выключенный сигнал дополнительной секции означает запрещение движения в направлении, регулируемом этой секцией. Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная контурная стрелка, то она информирует водителей о наличии дополнительной секции светофора и указывает иные разрешенные направления движения, чем сигнал дополнительной секции. Если это перевести на понятный язык, то получается, что поворот налево на основной зеленый – нарушение. Но вряд ли его накажут. Такой водитель не мог предвидеть вредных последствий своего действия, поскольку не знал о наличии дополнительной секции. А если нет вины, то нет и состава административного правонарушения. Такой светофор не соответствует требованиям ГОСТа и совершенно не заботится о нас. По светофору, во-первых, изучим организацию дорожного движения на данном участке. Если данный светофор не соответствует ГОСТу, либо каким-либо нормативным требованиям, то также будет направлено предписание собственников автомобилей на дороге на устранение данных недостатков. Активно меняться разметка в Петропавловске стала в 2011 году, когда специалисты разработали проект организации дорожного движения. Тогда говорили о расширении, высказывались разные предположения. От проложенных под городом тоннелей до строительства монорельсовой дороги. Пока новшества выражаются в том, что появились знаки там, где их раньше не было. Например, многие помнят знак «Главная дорога», который стоял через каждые 20 метров на 27 и 28 километрах старой трассы. А еще почти на всех перекрестках Петропавловска изменилась разметка. Но плохо ли это? И, возможно, она стала неудобной только потому, что многие ездят не по знакам, а по привычке. В краевой столице есть места, где из года в год происходят аварии. Их называют очаги опасности. Сейчас самым проблемным считается пешеходный переход на нижнем горизонте. Кроме него, в списке перехода бассейна на 9 километре он, конечно, регулируемый, но большинство аварий там происходят, когда светофор отключается и горит желтым светом. Много негативных отзывов вызывает пешеходный переход на Красной Сопке. Его не так давно сделали наплывным, и теперь автомобилистам приходится тормозить на спуски и подъеме. В плохую погоду для того, чтобы добраться, например, с Богородского озера до 4 километра, некоторым водителям пришлось потратить до 2,5 часов. Многие считают, что причина именно в пешеходном переходе. Данный пешеходный переход является нерегулируемым и являлся местом концентрации ДТП, в связи с чем выносили вопрос на комиссию по безопасности дорожного движения по обустройству данного нерегулируемого пешеходного перехода, наплывным пешеходным переходом. Решение было принято положительно, в связи с чем и оборудовали. Причиной стала статистика прошлого года. На этом переходе сбили двоих детей. А поскольку безопасность важнее удобства, теперь автомобилистам придется на этом участке притормозить. При этом в полиции утверждают, что такие меры не сильно влияют на пропускную способность. Много споров было, когда в Петропавловске планировали первую искусственную неровность на улице Советской. Тогда комиссия не разрешала его положить, боялись пробок. Практика показала зря. По мнению инспектора, пробки в Петропавловске не потому, что движение неорганизовано. Причина – дороги не выдерживают количество машин. Нам просто не хватает места. С 15 ноября вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях. И наверняка первой реакцией некоторых водителей был возглас «Ура!». Потому что, судя по высказываниям на форумах, особенный ажиотаж вызвала отмена конфискации государственных регистрационных номеров. Дубликаты же сейчас получать не проблема, так что мера стала бессмысленной. И с ней попрощались. Однако, внимание, ответственность никуда не делась. Например, за тонировку. Любители скрываться за темными стеклами номеров теперь не лишатся. Но вот штраф все равно заплатят. Кстати, те, кто лишился прав, теперь не получат обратно свое водительское удостоверение, пока не оплатят все штрафы. Если такие, конечно, числятся за водителем. Ну а в первую голову нарушитель должен будет вновь сдать экзамен. В этот раз с него спросят знания правил дорожного движения. Пожалуй, неплохая инициатива. Вот только, к сожалению, она пока не работает. Для лишенцев еще не разработали экзаменационные билеты. Есть и небольшое послабление, которое дают нарушителям поправки. Это касается тех, кого запечатлела камера видеонаблюдения. К гражданам, не уплатившим в срок штрафы за правонарушение, зафиксированные с помощью средств видеофиксации, теперь не будет применяться наказание в виде административного ареста. Их ждет наказание в виде удвоенной суммы неуплаченного штрафа и обязательных работ на срок до 50 часов. Зато отвечать по полной теперь будут водители мопедов и скутеров. Как и на других водителей, на них распространят составы всех правонарушений, предусмотренных 12 главой кодекса. Кроме того, теперь очень дорого могут обойтись липовые техосмотры. Юридическому лицу, на станции которого внесут в диагностическую карту ложные сведения о состоянии транспортного средства, грозит штраф до 300 тысяч рублей. Рассматривать такие случаи будет суд. Коснулся закон и процедуры проверки на состояние алкогольного опьянения. Одно из основных изменений касается исключения обязательности так называемого института понятых. С 15 ноября, если для фиксации совершения процессуальных действий, за исключением личного досмотра, применяется видеосъемка, понятые приглашаться не будут. Не нужны будут понятые и при задержании транспортного средства, а также при отстранении водителя от управления. В целом, в Кодекс об административных правонарушениях внесли целый ряд изменений. Напомним, они уже вступили в силу. Официальную публикацию полного текста Федерального закона номер 307 14 октября 2014 года можно найти на сайте правовой информации. право.гов.ру Федеральная антимонопольная служба России прекратила дело в отношении Камчатнефтепродукта. Оно было возбуждено 17 апреля этого года по заявлению правительства Камчатского края. Нарушением посчитали розничные цены на топливо, которые действовали на заправках Камчатки в марте и апреле 2014 года. Тогда бензин марки АИ-92 подорожал на 1 рубль 80 копеек, до 40 рублей 60 копеек за литр. Дело было передано для рассмотрения в Центральный аппарат ФАС России. Начиная с мая этого года цены были снижены, поэтому Федеральная антимонопольная служба решила прекратить дело. В Петропавловске авто угнали прямо во время заправки. Владелец Тойота Чазер обратился в полицию 10 ноября. Он рассказал, что заехал на АЗС, а когда отошел от машины, этим воспользовался неизвестный мужчина. Он вытащил заправочный пистолет, закрыл бензобак и уехал. Машину нашли. По подозрению, в угоне задержан ранее судимый неработающий житель краевого центра. Камчатка вспомнила жертв аварий. Автопробег, посвященный Всемирному дню памяти, прошел на полуострове 16 ноября. До этого в храмах Петропавловска состоялись молебны по погибшим, а несколькими днями ранее инспекторы ГИБДД сдавали кровь для тех, кто пострадал на дорогах. Новый светофор устанавливают в Петропавловске. Он появится на пересечении дорог Дальневосточная и Ларина в районе Северо-Восток. Сейчас там одно направление, однако в ближайшее время в новом жилом районе появится полноценный перекресток. Конструкция будет светодиодной. Завершить работы по установке световых элементов подрядная организация должна к концу декабря. Дороги в следующем году начнут благоустраивать в Усть-Большерецке и Теличиках. Сейчас специалисты готовят необходимую документацию. В Усть-Большерецке появится асфальт, а вот в селе Верхние Теличики предстоит уложить специальные бетонные плиты. Материалов, необходимых для асфальтирования, вблизи села нет. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok